Вы что, действительно считаете, что качественная смерть – это смерть 85-летнего одинокого старика в своей квартире в ожидании посещения соцработника? Может быть, нужно отправить его умирать куда-нибудь под Криушей или в Нижний, чтобы малочисленные свидетели его молодости и зрелости не смогли бы его навестить? В Сарове есть одинокие пожилые люди с неизлечимыми заболеваниями, часто с деменцией. Они нуждаются в достойном уходе, и стоимость этого ухода не должна быть неподъемной. Вот такое письмо пришло нам в редакцию несколько месяцев назад. Женщина, отправившая его, была глубоко убеждена, что в Сарове крайне плохо налажена работа с пожилыми людьми, имеющими заболевания и оставшимися без попечения родственников. Или с теми, чьи родные попросту не справляются. Чтобы выяснить, так ли это, мы провели расследование и связались с несколькими организациями, которые занимаются помощью пожилым саровчанам. Начнем с самой очевидной из них – Центра социальной помощи, расположенного на улице Шверника. Правильное название этого места – Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Сарова. Это государственное учреждение фактически имеет областное подчинение и принадлежит Министерству социальной политики. Финансирование идет оттуда же. Для того, чтобы гражданин получил услугу, он должен заявить о себе, что он нуждается в какой-то помощи. Заявить он может либо сам, путем подачи заявления или обращения по телефону или на электронную почту, в любой форме. Либо обратиться может законный представитель этого гражданина с этой же просьбой. Либо, в общем, кто угодно. Органы власти, соседи, друзья и вообще любой посторонний человек. После заявления к человеку, претендующему на социальную помощь, выезжает сотрудник центра, чтобы удостовериться, действительно ли этот гражданин нуждается в поддержке. Если все подтвердилось, приходит черед комиссии Управления соцзащиты, которая определяет степень нуждаемости. В зависимости от нее гражданина будут навещать на дому три раза в неделю или ежедневно по рабочим дням, либо он может получить полустационарное обслуживание. Это означает пребывание в центре днем, где пожилому человеку оказывают юридические, психологические и иные услуги, а также обеспечивают питанием. Есть и вероятность того, что потребуется помещение в специальный интернат общего или психоневрологического типа. Итак, каким категориям граждан полагается социальная помощь от государства? Этот гражданин, ну вот общими словами, он должен частично или полностью утратить способность к самообслуживанию. Либо у него есть какие-то другие обстоятельства, ухудшающие его жизнедеятельность. У него есть в семье инвалиды или дети инвалиды, у него есть конфликт в семье какой-то, который затрудняет его жизнедеятельность. Либо он потерял работу, либо потерял жилье. Тяжелее всего соцработникам организовать обслуживание тех людей, которые полностью утратили способность к самообслуживанию. Вот тут нам помогает либо отделение сестеринского ухода, да, как бы Маслихи, либо психоневрологическое отделение. Но там пребывание ограничено. И если гражданин отказывается от определения в дом-интернат, то тогда... Какие условия нужны для определения в дом-интернат? Желание только его. В Нижегородской области более 50 специализированных интернатов. Ближайшие расположены в Дивеево и Осиновке. Речь идет именно о тех учреждениях, которые народ привык называть домами престарелых. В народном сознании продолжает жить угрожающая байка о нерадивых взрослых детях, которые сдают своих пожилых родителей в такие дома. Однако в реальности без согласия сдаваемого это сделать практически невозможно. К сожалению, желание покинуть город и привычные условия, даже при отсутствии элементарных возможностей гражданина ухаживать за собой, приводит к тому, что они зачастую лежат дома, такие неприбранные, неухоженные. Отдельно нужно прояснить финансовый вопрос. Помощь в Центре социального обслуживания оказывается как на платной, так и на бесплатной основе. Бесплатно у нас, мы оказываем, вернее, услуги тем гражданам, у которых доход меньше полуторного прожиточного минимума, установленного по Нижегородской области. Ну, это что-то в районе 12 тысяч рублей. Если доход у него меньше, значит обслуживаем бесплатно. Если доход превышает, то тогда есть специальная программа по определению стоимости обслуживания. Средняя стоимость обслуживания, например, в отделении социально-бытовом составляет примерно 600-650 рублей в месяц. В социально-медицинском, это когда посещение ежедневно и присутствует медицинская сестра, там примерно 1100 рублей в месяц. И в отделении дневного пребывания это 1500 рублей в месяц. И инвалиды Великой Отечественной войны, приравненные к ним граждане, участники, они обслуживаются бесплатно. Отделение сестринского ухода КБ-50, которое упомянул Сергей Станиславович, появилось в Сарове в 2000 году. Здесь оказывают медико-социальную помощь пожилым людям. В отделении 25 коек, предназначенных для пациентов с разнопрофильными заболеваниями. Пожилые люди получают здесь поддерживающую терапию и медицинский уход. По словам заведующей отделением Марины Тимаевой, последний аспект самый важный в их работе. Уход включает в себя организацию питания своевременного, получение медикаментов своевременное, чтобы пациент не забыл принять тот или иной препарат, это важно. Ну и санитарно-гигиенические мероприятия. То есть смена белья, смена памперсов, проведение общих гигиенических мероприятий, осмотр врача, наблюдение динамической медицинской сестры круглосуточно. Медсестры отделения также проводят информационную работу с родственниками пациентов и поддерживают их в тяжелых жизненных ситуациях. Даем рекомендации родственникам по уходу, по лечению, обучаем уходу, как правильно кормить разных больных, как правильно сменить белье, как правильно надеть и сменить памперс, потому что это наука. В отделении сестринского ухода пациенты могут находиться не более 28 дней. Затем их полагается выписывать домой. Именно на этом этапе часто возникает проблема. У некоторых пожилых людей в городе не осталось родственников. Или же члены семей не желают забирать домой пациента, за которым нужен постоянный уход. Что в таком случае делают медики? Ну, взываем к совести, разговариваем, как-то убеждаем, подключаем в социальные службы, которые тоже участвуют разными способами. Периодически в отделение также попадают пожилые люди без определенного места жительства. Таким пациентам помогают восстановить документы и вернуться к нормальной жизни. Нередко они в итоге соглашаются на проживание в специнтернатах. К сожалению, в преклонном возрасте у людей появляются не только заболевания различных систем организма, но и серьезные проблемы с психикой, нарушения памяти, бред, галлюцинации и многое другое. Для таких пациентов в 2008 году на базе психоневрологического диспансера КБ-50 было создано еще одно отделение сестринского ухода. Как правило, сюда попадают люди с деменцией и опасными нарушениями поведения. Отделение, сразу скажу, что работает на износ. Нуждающихся в таком виде помощи много в городе. Создается порой очередь для оказания вот такой вот видов помощи. Понятно, что людям нужно отдыхать, людям нужно выезжать в отпуск. Да, есть какие-то моменты, когда родственник заболевает сам, ему нужно куда-то деть. Мать, отца, дядю, тетю. Поэтому вынуждены обращаться. Персонал грамотный. Персонал знает, как правильно накормить, как правильно перестелить, как вовремя отследить изменения состояния. Причем это наблюдение круглосуточное и днем, и ночью. Главная задача отделения сестринского ухода – нормализация поведения, сна и адаптация пациента к жизни в домашних условиях. Без должного ухода и присмотра такой человек может забыть принять медикаменты, уйти из дома и потеряться, или получить травму. Большинство коек в отделении бюджетные, хотя есть и возможность получения платного ухода. Так как же попасть в это отделение? Первоначально нужно обратиться к нам, к психиатрам участковым, психонологический диспансер, обозначить проблему, которая существует. Возможно, первоначально придется посетить психиатра, пациенту, чтобы установить диагноз, понять причины его нарушений. Врач выйдет на дом, если пациент сам не может добраться в силу, там нарушения передвижения. Говоря о помощи пожилым людям в Сарове, нельзя обойти вниманием и еще одно направление – палеотивное. Палеотивная помощь – это медицинская и психосоциальная поддержка людей с тяжелыми, порой неизлечимыми заболеваниями и членов их семей. Палеотивная помощь – это не лечение заболевания, это лишь улучшение состояния за счет того же обезболивания, предположим, адекватного назначения терапии. Это объяснение и настрой пациентам и их родственникам о том, что смерть – это как естественный процесс человеческого пути. Сейчас на первом этаже здания психоневрологического диспансера КБ-50 идет ремонт. Здесь в 2021 году будет создано палеотивное отделение для пациентов, которые испытывают в том числе сильные боли из-за онкологических и других заболеваний. В таком случае требуется использование сильнодействующих и наркотических препаратов. Работать в отделении будет врач, имеющий специальную подготовку по палеотивной помощи. Учреждением больницы закуплено оборудование, оборудование современное, оборудование хорошее, оборудование, которое облегчает пребывание пациентам, облегчает работу персонала, это современные кровати, средства, которые будут помогать в обработке пациентов. Конечно же, мы готовы работать. Безусловно, это будет сначала непонятно, сложно, я думаю, что это будет интересно, это будет благородно, это, я думаю, что будет всем на пользу. В процессе производства этого фильма нам удалось выяснить, что у пожилых людей и их родственников в Сарове есть возможность получить несколько видов медицинской и социальной помощи. Согласиться с автором того письма, фрагмент которого приведен в начале фильма, сложно. Старикам у нас помогают, как платно, так и бесплатно, их не принято оставлять на произвол судьбы. Однако, адекватно оценить качество этой помощи нам не удалось, в силу того, что никто из членов редакции не сталкивался с описанными проблемами лично. Если у вас есть такой опыт, напишите, пожалуйста, о нем в комментариях. Так этот рассказ станет более правдивым и исчерпывающим. Спасибо. Продолжение следует...